Валентин Шкандыбин Музыкой и ремеслом изготовления инструментов вы занимаетесь уже 6 лет. А как началось это увлечение? Как вы в себе обнаружили творческие способности? Творческие способности проявлялись еще с раннего детства. И так постепенно они развивались. И дошло до того, что я начал заниматься изготовлением инструментов. Появилось желание приобрести славянскую свирель, то есть древний славянский музыкальный инструмент. Но так как не смог найти в городе ничего подходящего, пришлось начать делать самому. И так постепенно один инструмент за другим я начал освоивать. И сейчас я уже около 7 лет, уже скоро будет 7 лет, как я занимаюсь изготовлением древних музыкальных инструментов. То есть началось все со свирели? Началось, да, с элементарного желания играть и приобщиться к музыке наших предков. И переросло это уже в то, что я мастер. Что главное в работе с разными музыкальными инструментами? Правда ли, что к каждому нужен свой подход? Каждый музыкальный инструмент требует особого подхода, особого изучения, помимо просто технологий, как это сделать, но и еще каких-то психологических подходов для того, чтобы проникнуть в историю того или иного народа, проникнуть в их культуру. Потому что народ, что такое народ? Народ — это музыкальный инструмент, народ — это песня, это танец, это язык, это орнамент. И все это, естественно, отражается также и в музыке, и в создании музыкальных инструментов. За время вашего увлечения изменился ли подход к работе техники изготовления музыкальных инструментов? Да, за это, можно сказать, продолжительное время я проделал немалое количество экспериментов, большое количество просидел часов, изучая чертежи, изучая различные источники, общался с мастерами не только России, но и зарубежья. Я пробовал различные подходы техники, то есть работа была проделана колоссальная, и каждый музыкальный инструмент — это своя отдельная история, как я к нему пришел, и как я начал его делать, и как он, собственно говоря, делается. Есть инструменты, которые обладают особой историей, как я говорил, вот, предположим, о Карине. К О Карине я пришел более семи лет, я впервые узнал о том, что есть такой инструмент. Получилось это следующим образом. Я был на фестивале стихов, в то время сам немножечко писал стихи, участвовал в этом фестивале, и познакомился с человеком, который выступал на сцене, играл на разных музыкальных инструментах. Я на тот момент обладал только одной флейтой и практически не знал, с чего начинать обучение, то есть не было никаких хороших, таких достойных учителей. И когда мы с ним начали общаться, он задал мне вопрос, зовут его Сергей Мативосов, это, наверное, тоже очень важно сказать. Он задал мне такой вопрос, для чего тебе это нужно? Я говорю, Сергей, ты знаешь, для души, для друзей, вот, просто, говорю, появилось такое желание изучать это все. Он достает из красивого мешочка какой-то предмет с дырочками и говорит, это, на тот момент я еще не знал, что это, теперь я уже четко знаю, что это Карина. И он мне рассказал кое-что о ней, сыграл, и во мне что-то, что-то внутри зашевелилось. Инструмент меня сильно заинтересовал. Я начал искать источники, начал искать мастеров, много сам чего изобретал. Я смотрю, они у вас разной формы. Как рождается эта форма? Вы вот чувствуете ее? Каждая форма рождается в процессе, знаете, такого бурного вдохновения, когда я сижу в каком-то, знаете, вот медитативном, полумедитативном состоянии, когда уже входишь в состояние творчества, то, бывает, образы приходят словно из ниоткуда. Бывает, что-то повторяется из того, что я где-то видел. Бывает, что-то, у меня даже такое случалось, что во снах что-то приходили, какие-то образы, какие-то идеи орнаментов. А бывает, просто сходу беру ручку или карандаш сразу зарисовываю, прямо уже на сырой глиняной форме. И потом это все прорезаю, доделываю. А как происходит процесс? То есть из обычного куска глины вы лепите сначала, потом форма декорируется, да? Ну, если вкратце, то примерно так. Но здесь есть еще предыстория. Найти глину хорошую – это тоже целая наука. И ту глину, которая бы подошла, давала бы правильную усадку, не лопалась бы при обжиге и звучала потом хорошо. То есть начинается все с того, что находится глина. Глина тщательно просеивается, подготавливается, извлекаются оттуда всякие крупинки, камушки. После этого всего замешивается. Ну и уже сам процесс изготовления начинается с того, что глина отминается тщательно, удаляются пузырьки воздуха, лепится форма. Потом дается возможность ей чуть-чуть укрепиться, затвердеть. В дальнейшем начинается изготовление свистковой части. То есть свисток – это вообще ювелирное дело. Здесь каждый миллиметр имеет значение, потому что ниже опустишь, уже будет другой звук, либо он вообще пропадет. Вот. Делается орнамент. И настройку я уже делаю по сухой форме. То есть я намечаю отверстие по сырой, а сама настройка начинается тогда, когда уже инструмент подсыхает и не дает усадку. Затем обжиг, вторичный обжиг с декором. И каждый из инструментов я еще пропитываю пчелиным воском. Во-первых, это хороший антисептик, не дает возможности размножаться бактериям. Вот. И он еще, как говорится, создает очень приятный такой тактильный, тактильное ощущение, приятно держать в руках. Многие даже говорят, что это, наверное, дерево. То есть оно мягкое и такое теплое. Ну и запах, конечно же, запах. Приятный запах, когда попадает теплое дыхание в инструмент, стенки нагреваются, и они начинают пахнуть. А от разной формы зависит звучание? Вот, допустим, у вас окарины и круглые, и вытянутые. Вы нам сможете сыграть? С удовольствием сыграю. Конечно же, каждая из форм, она определяет тембр и настроение инструмента. Это, знаете, это как человек. Есть человек такой, есть человек такой. У каждого у них свой характер, своя душа, свои какие-то интересы. То же самое и у окарин. Еще даже более скажу, прежде чем начать играть. Я заметил то, что когда начинаешь создавать инструмент, он уже заведомо знает, какой у него будет хозяин. И зачастую бывает так, что человек подходит. Вот были у меня такие случаи, что человек подходит на ярмарки и говорит, «О, это мой инструмент». Я всегда удивляюсь, как это бывает. Ну, то есть есть люди, которые обладают каким-то особым способом чувствовать. И однажды даже, знаете, вот что получилось. Меня это так встрепенуло. Думаю, я же там делаю звук, настраиваю все это, вот как-то создаю. А тут подходит человек и просто по форме говорит, «Это мой инструмент». Я говорю, давайте с вами проведем тест. Вы поворачиваетесь ко мне спиной. Я играю на трех или на четырех инструментах. Вы мне просто говорите, первый, второй или третий. Делаем тест, человек точно угадывает. Я, конечно же, понимаю, что так оно и есть. Ну что же, а Карина? А вот, допустим, круглая Карина совсем уже по-другому звучит? Да, у нее, во-первых, строй другой. Если это была мажорная, то это будет звучать в минорной, в минорном строе. И у нее будет более глубокий звук, потому что форма более крупная. Помимо изготовления инструментов, вы их еще и коллекционируете. Да. Вот откуда привозите, из каких стран, где вы их находите? Ну, здесь, рассказывая о том, какой инструмент откуда приехал или как попал, можно, знаете, так серию передач сделать. Какие-то инструменты мне привозят мои друзья из стран зарубежья. Например, вот флейту мне привезла питерская группа «Красно-Солнце» из Китая. То есть они туда ездили, занимались обучением студентов, пению и игре на инструментах. Вот к этому инструменту я пришел через долгие годы. То есть у меня примерно 4 года ушло на то, чтобы понять принцип освоить изготовление. Это флейта североамериканских индейцев. Вот. Такие вот инструменты. Это инструмент австралийских аборигенов. Я подсматривал на основе привезенных из Австралии инструментов. Также в сетях интернета. Это вот такой инструмент. Это из современных инструментов. Называется глюкофон. Вот сейчас мы налаживаем тоже производство. Здесь также аналоги помогают. Эта флейта называется секухати. Инструмент приехал к нам из Японии. Вообще попал. Ну и теперь наши русские мастера тоже с удовольствием их изготавливают. И я в том числе играю. А это, как я знаю, варган, правильно? Да, это варганы. Очень древний инструмент. Вы их тоже делаете сами? Варганы я пробовал делать. Но знаете как? Есть мастер, который изготавливает варганы. Есть мастер, который делает окарины. Я понял, что... Мне это было интересно. Я понял принцип. Прикоснулся к этому процессу. Но инструменты варганы я не делаю. Я их коллекционирую. У меня в моей коллекции варганов уже около 35. Сыграйте на варгане. С удовольствием сыграю на варгане. Кстати, многие люди думают, что варган – это инструмент только северных народов. Я стараюсь вот этот миф, так сказать, расширять. Не только северных народов. Дело в том, что у варгана очень много названий. И если просто посмотреть источники, у каждого народа фактически есть свой варган. Варган, зубанок, дрынба. Зубанок – это Белоруссия, дрынба – это Украина. И так далее. Микури, Марчанг, Тимир, Хомус, Данмой. И там несколько сотен названий. Вот. Зубанок – это Белоруссия, дрынба. Похоже, больше ассоциациям на… Да. Северные народы. Северные народы, да. Похоже. А что это за такой интересный инструмент музыкальный? Это инструмент, который называется глюкофон или же аэрофон. Инструмент относительно недавний. То есть у него не столь глубокая история, но очень-очень интересный. И сейчас набирает очень сильную такую популярность среди молодежи особенно. Ну и, впрочем, среди музыкантов. Вот мы сейчас налаживаем в нашей мастерской, в нашей артели производство таких музыкальных инструментов. Это такой вот полый металлический предмет. У него есть пластины, каждая из которых настроена в свою ноту. И, играя палочками, мы можем извлекать такие звуки. Успокаивает сразу. Очень успокаивает. И я могу сказать, на нём можно проиграть, не заметив много-много времени. Наверняка у многих наших зрителей будет такой вопрос. Что вот это за инструмент очень интересный, похож на чашу? Всё правильно вы сказали. Это чаша. Это непальская поющая чаша. Я сейчас начал собирать для себя коллекцию чаш, потому что они очень сильно воздействуют на сознание. При помощи этих чаш можно производить массажи, потому что та вибрация, которая получается во время звукоизлечения, она очень глубоко попадает и проникает к нам внутрь нашего тела. И способна промассировать даже те участки, которые ни один массажист не способен пронять и достучаться дотуда. Вы ещё проводите мастер-классы для детей и взрослых. Правда ли, что любой человек, даже ребёнок, может научиться и мастерить, и играть на музыкальном инструменте? И даже неважно, есть ли у него слух или нет. Это не просто правда, это истина. Дело в том, что творческие способности даны нам изначально с рождения. У каждого ребёнка есть предпосылки к тому, чтобы заниматься творчеством. Здесь самое главное вовремя, как говорится, подсмотреть направление ребёнка, к чему у него стремится душа, и дать возможность их развивать. Вот я просто на основе своего, собственно, опыта могу сказать, потребность к творчеству проявилась ещё в детстве. Я начинаю с обоев, которые я расписывал тщательно дома. В дальнейшем это переросло у меня в интерес к резьбе. И в 11 лет, когда мой папа уже просто устал от перебинтованных моих пальцев, он отдал меня в кружок резьбы по дереву. И с 11 лет я начал вот этот длинный путь ремесленника, перепробовав огромное количество материалов, огромное количество техник, способов и живописи, фотографика, и художественная обработка зеркал, стекла. То же самое я могу сказать, что каждый из детей, который вовремя попадает в нужные добрые руки, он способен раскрывать в себе творческий потенциал. Мои мастер-классы, они, как говорится, от нуля лет и до 99.9. Пока у человека есть интересы, желание развиваться и расти, он может приходить и обучаться. Поделитесь вашими дальнейшими творческими планами. Может, у вас есть какая-то мечта, к которой вы идёте всю жизнь, которую хотите осуществить? Дальше у меня в планах стоит создание этнофестиваля, ежегодного, планового такого, чтобы приезжали люди с разных городов, делились своим опытом, чтобы привлекать наших местных мастеров. И, знаете, такой закрутился, чтобы духовно-этнический, такой творческий синтез, чтобы начали приумножать друг друга. И вот уже несколько лет, как у меня есть земля в экологически чистом месте, и там сейчас уже ведётся процесс подготовки к строительству и уже строительство этноцентра, который будет называться «Степной дух». Там, собственно, будут проходить много мастер-классов различных. Будем преподавать резьбу по дереву, керамику. Будут приезжать мастера. Я уже сейчас договариваюсь, обсуждаю планы сотрудничества. Я думаю, что это будет очень интересно. Мы желаем вам, чтобы ваши мечты и планы осуществились. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, уделили время. Было очень приятно с вами пообщаться. Напомню, в гостях у нас был Валентин Шкандыбин, этномузыкант, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов и коллекционер. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова